В сообществе Лига Легенд я буду стремиться победить, уважать своих союзников, защищать себя и своё сообщество... Что ещё за кодекс? Твою ж май, так это же ёбаная секта! Что ж, мне как человеку, который просидел немало часов в доте, было конечно немного трудно адаптироваться к тем вещам и механикам, которые имеются в Лиге Легенд. Поскольку, хоть и суть у этих игр одинаковая... Суть, которая заключается в том, что у нас есть карта, потелённая на сторону света и тьмы, у которой есть три тропинки, ведущие к тронам, которые нужно разрушить. Но в мелочах они кардинально отличаются, поэтому в этом видео будет много сравнений этих двух игр. Ну и моих незабываемых впечатлений, как же тут без них? Ибо в некоторых моментах моя жопа просто сгорала, и не потому, что у меня клешни вместо рук, а потому, что в некоторых аспектах Лига сделана криво. Как, например, уебанский лаунчер интерфейс. Да, сука, я захожу с самой больной темы в этой игре, потому что я не единственный человек, который на это жалуется. Ибо он выглядит так, как будто я снова вернулся к 2000-е годы, где на то время присутствовал максимальный минимализм в мобах и отсутствовало правило трёх кликов в интерфейсе. Я, конечно, понимаю, что Riot Games в начале своего пути была бедной инди-студией, пока ей не помог большой брат в виде Tencent, профинансировавшую разработку Лиги. Но твою ж дивизию, игра вышла в 2009 году, и за эти 13 лет нельзя было никак улучшить интерфейс и лаунчер? Вы серьёзно? Просто посмотрите на интерфейс Доты и Лола. Вот интерфейс Доты, а вот Лола. Скажите, какой бы вы выбрали? Я, если честно, выбрал бы интерфейс Доты, ибо он понятен, интуитивен и удобен. В нём нет десятка безымянных вкладок, которые имеют в себе ещё несколько вкладок, что, как вы понимаете, есть хорошо. Но это ещё не всё, чем меня удивило моё первое знакомство с Лигой, поскольку в самом начале своего пути, как новичка, я начал с обучения, которое у меня не запускалось. Ну давай! Давай! Заводись! Сука. Ну, перезагрузка в этом плане всё-таки помогла, хотя садочек остался. Само обучение достаточно простое, но, как по мнению, детальное, так как нам объясняют игровую базу в виде башены трона, которые нужно разрушить с закупа в магазине и прочее-прочее, что имеется во всех мобах. Однако, объяснить определённые тонкости механик, каких-то возможностей предметов и героев игра не считает нужным, что на самом деле печально, ибо в той же доте обучение гораздо лучше. Конечно, в ней объясняется чуть ли не каждое движение, но для реального новичка, который только решил познакомиться с данным жанром, это будет гораздо лучше, чем выбрасывание игрока на карту без объяснения, как играть. Да и к тому же, в доте можно опробовать всех персонажей в том же самом обучении. Ну а в лиге, как вы понимаете, такого нет, ибо нам дают ограниченное их число, а всех остальных ты должен покупать либо за внутриигровую валюту, либо за щекели. Хотя, конечно, не стоит забывать то, что каждую неделю дают бесплатно попробовать тех героев, которых у тебя нет. С одной стороны, такое ограничение позволяет лучше ознакомиться с имеющимися героями, отточить мастерство и не допустить неопытных игроков к более сложным персонажам. Поскольку в доте какой-нибудь школьник, взявший инвокера, 100% случаев заруинить тебе всю игру, потому что он не знает, как за него играть. Но с другой стороны, от такого ограничения нет какой-то свободы, возможности попробовать всё в игре, что тоже не есть хорошо. В общем, тут кому как. Кто-то предпочитает ограничения, а кто-то нет. Но это, в принципе, не так уж и важно, поскольку самое главное, это всё-таки геймплей и механики. И чтобы не затянуть это видео на полчаса, перечисляя отличия, я просто выскажусь тут коротко. В общем, дота 2 по сравнению с лигой шире и сложнее во многих аспектах. Она более гибкая, в ней больше возможности реализовать различные стратегии, но при этом она нудная. Долгая, в ней нужно проявлять больше терпения и знания механик. Карта в ней огромная, есть неровности по типу различных возвышенностей, хг, леса и присутствующего от всего этого тумана войны, за которым может скрываться различная срань. Безвылазное сидение на линии из-за постоянного фарма, добивание своих крипов, чтобы меньше голды досталось противнику, сбор предметов по таймингу и многие другие мелочи, которых тут очень много. В лиге больше упор делается на мгновение. Она ускоренная, легкая, в ней меньше различных нагромождений и механиках. Самое главное, тут нужно знать, какими способностями и возможностями герои обладают, поскольку с предметами тут меньше заморочек. Ибо они в основном усиливают статы и пробивную способность героя. Да тут и в принципе многое строится на статах и бафах, которые можно получить не только из предметов, но и за счет фарма лесных крипов, из-за чего роль лесника в игре не настолько уж бесполезная. Да и в принципе тут все роли важны и даже игра за саппорта здесь не зашкварна, как в доте. Если еще касаться каких-то приятных мелочей, то например карта здесь маленькая, плоская, по ней быстро можно передвигаться, шансов выжить при сражении у тебя намного больше за счет того, что все способности ненаправленные. В общем, звучит все довольно вкусно. Хотя тут есть определенные нюансы, как например то, что если в вашей команде кто-то множество раз сольется, то будьте уверены, что вы уже эту игру полностью въебали. Без шансов на камбэк, поскольку за убийство героев дают столько золота и опыта, что это просто пиздец, от которого никто не спасется. Поэтому эта игра не прощает смерти. Да и в принципе от смерти тут даже нельзя откупиться, потому что здесь нет никакого выкупа, из-за чего отбить базу, которую начали рушить, у вас просто не получится. Зато есть кнопка сдаться, которая будет использовать всякий раз тихо-агрессивное комьюнити. Почему тихое? А потому что войсчата в этой игре нету, а писать оскорбление тупорылому тибейту у тебя не получится. Ибо в этой игре борются с токсичностью среди игроков, и за любое оскорбление в чате тебе пербачом выдадут бан. Да блять! Поэтому вам остается только терпеть унижение молча с кляпом во рту, наблюдая как тиммейты-долбоёбы либо умирают, либо стоят АФК, либо спамят кнопку сдаться. Поэтому какой здесь можно сделать вывод? Если вам нравится геймплейная вариативность, огромное нагромождение тонкостей в механиках и возможности свободно высказываться на любую тему, то тогда идите в доту. Ну а если вы не напрягаетесь за счёт постоянного молчания и цензуры в виде кляпа, и вам нравится меньше заморачиваться с тонкостями, любите более быстрые игры и мгновенные результаты, то тогда лучше идите в лигу. Тут, как говорится, каждому своё. Но вот что в лиге хорошо сделано, так это обратная связь с комьюнити. Разработчики прислушиваются к мнению игроков, они с ними общаются, выпускают на постоянной основе новых героев, криво-косо, но борются с токсичностью, дают множество различного контента игрокам по этой вселенной, по типу мультсериалов и комиксов, расширяющий лор. Также они расширили аудиторию за счёт выведения игры на новую платформу в виде смартфонов. Да и в целом у их игры вполне себе приятная стилистика, наполненная милыми анимешными девочками, за которыми уже давно висит контент РУ-34. За счёт всего этого Лигой становится популярной, в отличие от Доты. Конечно, вентили что-то пытаются сделать, вот они там аниме-сериал выпустили, который выглядит дерьмово, да и персонажей они делают, сильно отличающихся от мрачной фэнтезийной стилистики. В общем, они что-то пытаются сделать, но пока это выглядит так себе. Что ж, вы тут думаете, какая игра вам больше подходит, ну а я на этом моменте с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что думаете по этому поводу. Всем удачи и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok